так коллеги ну что добрый день 13 часов 13 апреля вчера у нас был день космонавтики сегодня мы спустились на землю ну что меня зовут бабушка максим управляющий партнер компании фитнес эксперт если вы тут значит вы присутствуете на онлайн центра поддержки индустрии фитнеса в россии где мы каждый день обсуждаем разные полезны для фитнес отрасли вещи так сегодня у нас тема интересная мы уже правда несколько раз ее касались надеюсь что вы уже знаете да что такое баня мир штука вуки мир ну если вдруг для вас эти понятия новые то за это погуглите ну плюс я думаю наш личный эксперт об этом расскажет более подробно тема лично мне очень интересно интересно не только в плане как самому в этом новом мире жить развиваться но и конечно же как развивать наши компании ну и потихонечку начинать ну что хочу пригласить сегодняшний эксперт эксперта олега гущина консультант по оптимизации систем управления так олег сейчас у вас предоставит слово ходите в эфир презентация загружена добрый день появился я да олег видно и слышно вас замечательно ну что отлично скажите как нам жить как нам развивать свои компании я буду отлично отлично но я думаю что многие то сегодня в эфире нас будет слушать не для всех это понятие известно вам слово я за кадром что будут помогать отлично большое за представление и так меня зовут олег по фамилии гущин сегодня мы с вами поговорим о такой важный на мой взгляд теме как непостижимость бани но прежде чем я расскажу о себе представлюсь и пойдем дальше мне бы хотелось понять а кто у нас сегодня присутствует напишите пожалуйста себе в чате кто вы может быть какую компанию представляете такая минутка сама пиара и чем вас привлекла и заинтересовала именно эта тема вебинара и пока вы пишете представлюсь более подробно сейчас секунду следующий слайд да здесь пока рано если кратко я являюсь руководителем корпоративного университета в одном из крупнейших банков страны помимо этого я практикующий психолог и консульт и партнер консультант компании tsk консалтинг чей интересы я сегодня здесь и представляю но это если кратко обо мне тема фитнес индустрии для меня близка только с точки зрения пользователя я как и многие хожу конечно же заниматься спортом и тем не менее казалось бы что же тогда я делаю здесь в качестве эксперта как раз таки сегодня мы и поговорим о том что насколько сейчас много различных коллабораций и слияний различных видов бизнеса и как много рождается интересных новых продуктов из этих слияний поэтому может быть мы с вами сегодня плодотворно проведем время и так никто ничего не пишет не хочет представляться кто что хорошо дело ваше может быть даже и лучше почему потому что непредсказуемость это конек бани мира я ожидал что будут какие-то комментарии но их нет прекрасно мы значит в тренде итак пойдем дальше прежде чем разобраться а что же делать за вопрос поступил расскажите как нам жить на самом деле это наверное сложнейший вопрос во все времена не только лишь сегодняшние многие философы и мыслители многих веков ищут ответ на этот вопрос а как же нам всем жить и сейчас я думаю стало лишь сложнее и найти этот ответ но прежде чем искать ответ нужно понять а что сейчас то происходит и для того чтобы понять что сейчас происходит мне опять таки хочется вашей активности чтобы услышать и увидеть ваши комментарии а какие тренды вы сейчас замечаете ведущий сказал уже что было уже несколько вебинаров на тему бани мира и что с этим делать и возможно уже сложилось какое-то общее понимание какие тренды есть куда мы движемся какие-то идеи может быть чем вас привлекла именно сегодняшняя тема и какие тренды вы наблюдаете в своем бизнесе или мировые если у вас доступ к чату вопрос но видимо есть понятно давайте тогда я буду я буду рассказывать я буду рассказывать по поводу того что какие тренды сейчас происходят дело в том что как здесь в общем-то на слайде представлено что общественная среда и формирует наше сознание и сложно с этим отрицать отношения карл маркса у всех разное кто-то разделяет в идеи кто-то не очень но тем не менее нельзя отрицать того факта что социум влияет на наше мировоззрение влияет на наше осмысление того или иного события и соответственно это накладывает отпечаток на нашу стратегию который мы пытаемся разработать предсказать те будущие события которые еще не наступили поэтому почему это я говорю к тому что понимание что происходит со средой крайне важно потому что так или иначе мы находимся в глобальной системе которая оказывает на нас влияние поэтому а что же с той самой средой сейчас то есть на самом деле так мы пойдем дальше что как переключить слайд прежде чем понять что происходит сейчас давайте отмотаем чуть назад потому что на самом деле наблюдается некая преемственность и надеюсь вы это уже обсуждали на других вебинарах на эту тему есть прямо прослеживающая преемственность начиная еще от спот мира который был до 80-х годов прошлого столетия когда было все достаточно устойчиво предсказуемо просто и определено родители воспитывали детей по принципу вот тебе школа вот тебе институт вот тебе должность инженера и пошел 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 и соответственно было все понятно необходимо было действовать по принципу берись и делай потому что было ясно что оставалось только лишь действовать и отсюда соответственно очень много еще осталось С традицией таких, что надо действовать, надо действовать, бездействие, смерти подобное и тому подобных выражений. И их отголоски, тех стратегий мы до сих пор сейчас услышим, но чуть позже об этом еще поговорим. Примерно в конце 80-х, вследствие окончания напряжения между крупными державами, был сформирован новый термин, как вукомир, который характеризовался нестабильностью, неопределенностью, сложностью, неоднозначностью. Тогда же произошла техническая революция, открытие быстровычислительных машин и так далее, и так далее. В чем разница? Разница между вукомиром и спотмиром, что сложность прогнозирования и огромное накопление данных, оно до сих пор продолжается, но это как раз-таки преемственность наша, об этом чуть позже. Пока давайте про VUCA. Что еще мы знаем про VUCA? Что перегруз информации, что укорачивались слова, и до сих пор этот тренд прослеживается. Укорачивались слова, это, обратите внимание, это всего лишь признак. То есть информации настолько много, настолько она различна из многих источников, что попытка, вернее опасение, даже не попытка, а опасение что-либо упустить создало дефицит времени. Отсюда вышли на коне такие дисциплины, как тайм-менеджмент, и те специалисты и гуру, которые в этом что-то понимали, очень быстро сделали карьеру, заработали много денег, потому что все поняли о нехватке временного ресурса. Время, как понятно, невосполнимо. На самом деле, конечно, как вы прекрасно знаете, временем управлять невозможно, можно управлять лишь собой в этом времени, поэтому тренд изучения каких-то новых дисциплин по-прежнему сохраняется. Что же делать с тем массивом данных, которых на нас обрушается ежедневно? Информация развивается в геометрической прогрессии, человек, к сожалению, не эволюционирует так быстро, поэтому часть информации приходится просто-напросто отсеивать, выбирая те приоритеты, которые являются своими. И данный тренд продолжается, продолжается, продолжается. Вот, в общем-то, так зарождался наш VUKA-мир, который официально, ну, официально условно, да, официально продлился до 2020 года. Поэтому BANI-мир относительно новое понятие. Прекрасно, если вы уже познакомились и знаете их характеристики и симптомы данного времени. Но если нет, то тоже ничего страшного, потому что он неизбежно настигнет всех, и все мы в нем живем так или иначе, независимо от того, знаем мы о нем или нет. Так вот, основные симптомы VUKA-мира заключались в том, что в погоне за достижениями ускорялся не только объем информации, но и скорость подачи, соответственно, укорачивалась информация. И помните, наверное, до сих пор многие слышат о том и видят, как в электронной переписке люди пишут друг другу даже не «Добрый день», а «ДД». Я не буду комментировать свое отношение к этому, но каждый имеет право коммуницировать так, как считает нужным. Но много идет большого уклона именно в сокращении информации, в попытке сказать как можно больше важности передать. То есть «ДД», «Жел», исчезновение пунктуации из письменной коммуникации – это тоже тренд, я имею в виду не официальный, конечно, а такой, как бы на уровне личной переписки. И обратите внимание, что VUKA-мир в попытке экономить наше время перевел язык на уровень символизма. То есть тогда же появились смайлы, всем известные. Сейчас это уже норма жизни, а тем не менее, когда-то это было удивлением, что что это такое, что за улыбочки и так далее. Это как раз-таки попытка впихнуть больше информации в минимум символов. А сейчас это уже абсолютная норма жизни. Это вот то, что нам подарил VUKA-мир. Это такие, наверное, положительные черты, но были и отрицательные, конечно же. Отрицательные черты VUKA-мира. Может быть, вы все-таки напишите, но если нет, то я продолжу. Но я призываю вас не стесняться и писать все то, что знаете про эти тренды и все, что вас беспокоит, то есть зачем вы пришли на этот вебинар. Если же возвращаться к отрицательным, к таким негативным теневым сторонам VUKA-мира, то можно обратить внимание, что многие люди столкнулись с таким понятием, как эмоциональное выгорание. И, возможно, вы тоже знаете не понаслышке, что это такое. Обратите внимание, что это не случайность. Не случайность такой тренд набирает сейчас психология и огромное количество вебинаров, обучений по саморазвитию. Почему? Потому что есть нужда. Потому что люди скатываются в уныние, в депрессии, в тревожность. Как раз-таки потому, что это и есть оттеневая сторона VUKA-мира, в которой мы с вами жили до 2020 года, а сейчас все только еще усугубилось. По поводу того, что за теневая сторона в попытке догнать постоянно ускоряющийся темп жизни и информации, руководители стали мало того, что требовательны к себе, что вполне логично и естественно, стали требовательны еще и к другим коллегам и к сотрудникам. В частности, например, ну, условно говоря, как это можно сформулировать в виде такой некой мысли в голове? Не некогда думать о твоих чувствах, мне нужно донести как можно больше информации тебе по делу. Я думаю, согласны, что о каких чувствах сотрудников кто думал последние, там, я не знаю, 15 лет? То есть они как будто бы отсутствуют. И, соответственно, отсюда такие выражения, что мы здесь не про эмоции, мы есть про работу, деньги, заработок и карьеру. Свои эмоции оставляй за дверью и так далее, и так далее. Я думаю, что все эти пословицы и поговорки вы слышали не раз по отношению к себе тоже. Это как раз таки и являлось теневой стороной вука мира, потому что это привело в некую ловушку человечества, в которой мы с вами сейчас оказались. Но это не значит, что из нее нет выхода. Это значит, что мы... Сейчас, секунду, здесь окна всплывают. Сейчас, следующий слайд. Ну, Ан, давайте еще раз остановимся на вука мире, чем он характеризуется. То есть нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный, и все это переросло во что? Переросло в тот самый бане мир, который мы с вами знаем, начиная с 20-го года. Чем он характеризуется? Обратите внимание, что есть на самом деле преемственность, ее можно отследить. То есть если был нестабильный, стал хрупкий. Если был неопределенный, стал тревожный. Сложный превратился в нелинейный, неоднозначный, непостижимый. Давайте чуть подробнее по каждому из тезисов пообщаемся. Что значит, в чем разница нестабильного и хрупкий? То есть если раньше наступал какой-то кризис, и компания, и управленцы, неважно в какой индустрии, понимали, какие сейчас сложные ситуации встают перед корпорацией, перед организацией, перед бизнесом, и что можно сделать для того, чтобы спасти, то сейчас, как правило, то сейчас крах может наступить внезапно. Ну, то есть в моменте. И никак нельзя подготовиться. Еще уважаемый экономист с мировым именем Талеб в своей книге «Антихрупкость», наверняка знакомый с всем произведением. Прекрасная книга, прочитайте, если вдруг не знакомы. И также «Черный лебедь» он написал, в котором говорил о том, что есть индустрии более рискованные, есть менее. И вот, например, рестораны – это защищенная категория, которые точно будут всегда работать. Представляете, он об этом писал еще в «Черном лебеде». И это было еще до пандемии. И как лопались рестораны в пандемию, я думаю, не мне вам рассказывать. И это как раз-таки характеристика и симптом бани мира. То есть чем характеризуется хрупкость? В хрупкости нет ни одного признака о приближающейся к катастрофе. Если в нестабильности можно было уже почувствовать шаткость и как-то уравновесить ее, то в хрупкости крах наступает мгновенно, неожиданно, как хрусталь. Раз – и нет. И я думаю, сейчас вы наблюдаете на мировом рынке и в экономике массу таких примеров. По поводу тревожной. Следующая характеристика, об этом начали уже говорить. Это по поводу того состояния, это то следствие бесконечной гонки, карьерной, успешной, достигаторской, той гонки, чем характеризовалась десятые годы. То есть начиная с 2000-го и вот по 20-й люди делают бизнес. Это прекрасно. И это бесконечная гонка в оранжевой, по сути, культуре, если вспоминать бирюзовую книгу про бирюзовые компании, оранжевый уровень, когда личные достижения – это во главе угла. И это, с одной стороны, прекрасно, это залог эволюции и успешной конкуренции. С другой стороны, создает конкуренцию именно внутри системы, что приводит, соответственно, к выгоранию и самого владельца бизнеса зачастую, и его сотрудников. Отсюда рождается тревога. Тревога по поводу невозможности предсказания своего будущего. Как жить дальше? Ни один прогноз не может быть уверен. Ни в одном прогнозе нельзя быть уверен на 100%. Сложный стал нелинейным. Если откуда эта нелинейность дела? Это как раз-таки огромное количество взаимосвязей людей и систем в общей коммуникации. Наверняка уже видели примеры, когда один лишь пост в соцсети, которую сейчас нельзя называть, влиял на карьеру людей, как увольняли преподавателей из школ за откровенные фото, как сыпались различные упреки в адрес различных чиновников и работников министерств и так далее. Кто-то мог это предсказать еще, допустим, 20 лет назад? Нет, конечно. Поэтому все стало достаточно нелинейно действительно. То есть любое из событий может привести к непоправимым результатам. Причем неизвестно когда. И в этом как раз-таки нелинейность. То есть эффект может наступить завтра, а может быть через год кто-то вспомнит о том, что было тогда-то, тогда-то. Развитие технологий накладывает такой отпечаток. Но я думаю, что много примеров вспомните и сами. Это тот же Кевин Спейси, известный актер, который играл в замечательном сериале «Карточный домик». Четыре сериала успешно отняли, а в пятый снимали уже без него. И сценаристам пришлось убить персонажа. Прекрасный политический сериал, который как раз-таки прочувствовал на себе всю атмосферу Бани Мира. И четвертая характеристика – непостижимость. Непостижимость как раз-таки следствие неоднородности информации. Сложно отличить в том шуме, который поступает на нас информационным из различных источников, где действительно сигнал, которому стоит прислушаться, а где лишь информационный шум, ну то есть какие-то фейковые новости и так далее. И объять необъятное, все те знания, которые генерируются ежедневно из различных источников, различными специалистами, объять просто нереально. Даже можно прийти в библиотеку, в книжный магазин, посмотреть на ту обилие книг и знаний, которые сейчас существуют, и понимать, что твоей жизни не хватит на то, чтобы изучить тот объем, который тебе же интересен. И в этом как раз непостижимость этого мира и той информации, которая сейчас есть. Был большой тренд на накопление бигдаты для компаний, которые собирают различными способами информацию о клиентах. И этих данных сейчас настолько много, что сам человек уже не способен оценить и сделать выводы. Сейчас уже подключают нейросети для того, чтобы просто суметь проанализировать. Вот настолько мир стал непостижимым. Так, сейчас, секунду. Каждый раз здесь что-то всплывает. Так, идем дальше. И основные симптомы времени, на которые нам точно стоит равняться и которые стоит учитывать, это что прежние заслуги не учитываются. Что в этом может быть хорошего? С одной стороны, читается как отрицательная какая-то история, что я потратил полжизни на то, чтобы сформировать свой бизнес, чтобы захватить какую-то нишу. И сейчас нет никаких гарантий, что я могу быть успешным и дальше. Да, это действительно так. Никаких гарантий в этом непредсказуемом, непостижимом мире дать уже никто не сможет. Но обратите внимание, что есть другая сторона медали, что в мире, где нет заслуг, существует огромный мир свободных ниш. Я не знаю, можно ли рассуждать позитивно на основе тех событий, которые происходили с негативной точки зрения в пандемию, когда многие рестораны закрывались, но я точно знаю бизнесменов, которые были в восторге от этой ситуации. Я сейчас не обсуждаю этическую сторону вопроса, но с точки зрения бизнеса они были рады, что такие классные места, за которыми я охотился много лет, и вот они открылись, и я теперь могу арендовать это место, потому что там закрылась какая-то другая компания. Это я к тому, что Бани Мир – это как раз-таки мир свободных ниш. Свободных ниш на уровне не только лишь арендных помещений, но и на уровне коллабораций. Ну, например, если даже смотреть следующий симптом, это хаос интенсивно отвергает структуры во всех сферах. И я думаю, что вы тоже прекрасно видите и осознаете, насколько сейчас сильны именно коллаборации. Если взять компанию доставки, одну из крупнейших, компания доставки стала кем? Практически электронным банком. Выдает карточки, выдает карты-расрочки. И всем известный желтый банк стал кем? Оператором мобильной связи. А почему бы нет? Есть огромная база клиентов, которые нуждаются в электронных сим-картах, а связь мы им обеспечим на основе тех серверов, которые есть у нас. И так далее, и так далее. То, что всем известные, ну и вообще операторы связи становятся банками, это тоже, в общем-то, уже никого не ново. А говорить про экосистемы и выстраивание известных поисковых систем, выстраивание экосистем вокруг себя, это уже тоже стало нормой жизни. Десять лет назад никто не мог представить, что поисковик сделает доставку еды, такси, прокат кинофильмов в интернете и так далее, и так далее. И все это стало возможно как раз-таки в силу этого времени, этого бани мира, когда, как пел Высоцкий, ничего не свято. Не свято как раз-таки вот в этом контексте в хорошем смысле, что нет никаких устоев, которые нельзя нарушить. И это как раз-таки повод и возможность для поиска новых реализаций, новых идей, о которых никто даже не мыслил ранее. И, соответственно, третий симптом, который Вы уже наверняка прочитали на слайде, это любой прогноз сомнителем. Именно поэтому сложно строить прогнозы, сложно ответить на вопрос, а как нам жить дальше, потому что любой прогноз можно подвергнуть сомнению. И даже все то, о чем мы говорим сегодня с Вами, не факт, что оно продолжится так еще какое-то время. Никто не знает, что будет дальше. И так как темпы ускоряются. Вот, например, ускорение трендов. Смотрите, вот этот спот-мир, в котором говорили в самом начале, он продлился много десятков лет, если не веков. Вука-мир продлился около 40 лет. Бани-мир наступил, и ему только два года, но, может быть, он продлится всего 5 с учетом вот этого тренда к ускорению. Что будет за ним, никто не знает. И поэтому любой прогноз сомнителен, но, тем не менее, нам же нужно как-то адаптироваться к этому. Было бы на самом деле слишком грустно сказать, что никаких прогнозов подстроить не можем, поэтому и пытаться не будем. Но это какая-то такая позиция пассивная, поэтому мы ее постараемся с Вами избежать. А что делать? Пойдем дальше. Так, есть ли вопросы? Если есть вопросы, пишите в чат, я буду с удовольствием отвечать. Меня предупредили, что наша встреча на полтора часа, и где-то примерно на час-час десять я запланировал свою презентацию, потом ответы на вопросы, поэтому хотелось бы, чтобы вопросы были. Но если не будет, то, значит, наверное, вы совсем согласны. А, на час встреча, да, подсказывают. Окей, я посмотрел на сайте. Хорошо. Хорошо. Пока вопросов нет. Отлично. Идем дальше. Тогда я, значит, в час уложусь. Так вот, по поводу того, что если прогнозы строить нельзя, а как же надо адаптироваться тогда? Но первое и самое логичное, что напрашивается во всю эту историю, это противопоставить те признаки, которыми характеризуется мир бани, и противопоставить что-то другое, но не с целью борьбы, а с целью адаптации, чтобы не было какого-то столкновения и конфликта, а с целью, как это есть выражение, если ты не можешь остановить, возглавь. Ну, вот условно так. У меня еще есть ассоциация некого серфа. То есть, если мы не можем бороться с волной, то мы можем ее как минимум оседлать. Вот как бы логика такая. И к бане мира на самом деле тоже можно адаптироваться, но не противопоставлять ему, что мы продолжим быть устойчивыми, мы продолжим работать в жесткой иерархии, мы продолжим централизацию идей сверху вниз и так далее. К сожалению, такие компании должны, наверное, обладать чем-то очень сильным другим, чтобы выжить, потому что шансы будут снижаться, к сожалению. Поэтому давайте посмотрим, а что мы можем воссоздать в своей структуре, в своей организации, чтобы адаптироваться к бане мира. Первое. Конечно же, если мир хрупкий, то, соответственно, наш мир, наша организация, наш внутренний мир в том числе должен быть живой и гибкий. Как вы понимаете, что такое живой и гибкий, мне хотелось бы, конечно, послушать. Прежде чем пишите свои мнения, если напишите, то я расскажу, как я это понимаю. Живой и гибкий – это то самое открытое мышление. Есть прекрасная книга, которая так и называется «Открытое мышление». Оно позволяет увидеть разные точки зрения на один и тот же вопрос. И в этом и есть как раз-таки принцип открытого мышления. То есть я не замыкаюсь лишь на своей идее и на своем восприятии. Я готов, обращу внимание, не согласиться, а как минимум услышать другие точки зрения. И это как раз-таки создает некую живость и гибкость позиции для того, чтобы не сыпаться в эту ригидность, которая однажды просто треснет и развалится по швам в этом непредсказуемом хаосе и мире. Но обратите внимание, что это касается, наверное, восприятия только лишь самого человека, то есть индивидуально меня одного. А как сделать команду живой и гибкой? Это вопрос к вам. Если напишите, прекрасно. Если не напишите, я расскажу позже. Сам. Чуть позже. И далее. Если мир тревожный, как избавиться от тревоги? Здесь, конечно же, я могу дать несколько рекомендаций. Ваше право, как вы к ним относитесь. Потому что я профессиональный психолог и расскажу, как психологи работают с тревогой. Это как раз-таки развитие осознанности и эмпатичности. Давайте поподробнее. По каждому из стейзов они на разное направлены. Им особо думать не надо, пишет Кирилл. Главное, чтобы лидер был гибким. Лидер, главное, чтобы был гибким, это, наверное, 100% важно. По поводу думать не надо. Вопрос спорный. Почему спорный? Чуть позже задам этот вопрос. И я думаю, мы вместе с вами придем к согласию, что не всегда так. Итак, по поводу осознанно-эмпатичности. Сейчас осознанность как только уже не называют. И много уже смешных и мемов в интернете, что познал осознанность, самые просветленные и так далее. Это слово в связи с повышенной тревогой у людей стало применяться в крифе, в кось и при каждом случае. А слово обладает, по сути, теми же характеристиками, как и платье. Чем дольше, или костюм, чем дольше носит, тем больше теряет форму. И уже непонятно, что имелось в виду изначально. Так вот, осознанность, если возвращаться к первоначальному смыслу этому слова, это понимание, что происходит со мной внутри меня в моменте. То есть сейчас. Слово в моменте тоже стало уже каким-то нехорошим, нехорошим каким-то запахом от него отдает. Но именно в эту секунду времени, что происходит внутри меня, я понимаю, что меня условно зацепило, что вызвало какие эмоции во мне, и какая была моя первичная реакция, которая не обязательно верная. Вот это вот все про осознанность. И это, конечно, один из базовых принципов сейчас, требующих развития, потому что этот неустойчивый, хрупкий мир будет провоцировать. Будет провоцировать на различные эмоции, которые могут привести к неверным решениям. И поэтому четкое понимание, чего я хочу, что происходит, и чего я требую от других, в том числе от своих сотрудников, это как раз-таки возможно только лишь через повышение осознанности. И, соответственно, второй же тренд, который мы можем развивать, вернее, в тренде идти, чтобы противостоять как раз-таки теневым аспектам бани мира, это эмпатичность. Эмпатичность, способность сопереживать и увидеть, что чувствует другой человек, и сопереживать этим чувствам, но как минимум их осознавать. Почему это важно? Потому что, обратите внимание, что если тренд у нас на тревожность, то усиление неразвития эмпатичности или осознанности будет только провоцировать усиление тревожности, и такое массовое явление к эмоциональной выгоранию будет только усиливаться. Про эмоциональное выгорание почему важно помнить? Потому что доказано, что оно неизбежно влияет на эффективность сотрудников. То есть команды с высоким уровнем эмоционального выгорания имеют больший процент текучести кадров. Текучесть кадров провоцирует бесконечное обучение новичков, то есть траты временных и материальных ресурсов на пополнение вот этой вот учебной базы, что неизбежно влияет на эффективность организации в целом. Хотите вы этого? Нет, я не знаю. Но как вариант избежать подобных трат, это как раз-таки вложиться в развитие осознанности, эмпатичности. А это, обратите внимание, не врожденный дар какой-то и талант, пришедший нам с небес. Это навык, который развивается. Это уже доказанная история. Третье, что необходимо, наверное, сделать, это, если есть нелинейность, создать ту самую адаптивность, контекстность. Мир настолько ускорился, что основной тренд, наверное, это быстрая проверка гипотез. Это породило огромное количество различных дисциплин, таких как дизайн мышления, слышали, наверное, да? Это когда исходят, создают новый продукт, исходя из потребностей и проявления эмпатии к своему... Да, именно. Спасибо, Кирилл. ...к своему клиенту, к своей целевой аудитории. И эта самая гипотеза, которая родилась, нет времени на ее тестирование, потому что каждая последующая ошибка уже на бою приведет к колоссальным потерям тогда, когда продукт будет реализован. Поэтому гипотезы очень часто сейчас в сыром виде, так делают очень многие компании, когда продукт недоработан, когда даже знают, что столкнутся с неким негативом клиента, и тем не менее на это идут осознанно, зная заранее, что могут помочь клиенту и, по сути, сделать его приверженцем компании. Так вот, все это характеризуется как раз-таки вот некой адаптивностью и контекстностью. Нет времени на изучение и проверку долгосрочных стратегий, которые неизвестно реализуются или нет. Есть идея, есть быстрая реализация. Иногда прям совсем на коленке сделанное. Многие компании этим отличаются. Их много. И что это дает? Во-первых, а, мы не теряем время, то есть не отстаем от конкурентов. Б, сразу понимаем, тупиковая ветвь или требует развития, то есть вложения времени и средств. Сразу понимаем, с какими огрехами столкнемся. И они не гипотетические, а уже на практике реализованы. И, соответственно, требует как бы мало энергозатрат, потому что, как правило, такая идея, она очень сильно вовлекает людей. Когда придумали, завтра начали делать. Заряд еще есть, чем какой-то длинный проект, который неизвестно, когда там выстрелит, и выстрелит ли вообще, если его планировать только лишь на бумаге. Это вот характеристика, симптом нашего времени. Но обратите внимание, что для того, чтобы реализовать проверку, быструю проверку гипотез, нет времени на огромный сбор данных. И поэтому здесь добавляется слово «контекстный». То есть мы примерно поняли тренд, уже родилась какая-то идея на стыке двух иногда противоречащих видов бизнеса, и мы их реализовали. Ну, по крайней мере, начали пробовать. Это как раз-таки адаптация к трендам и быстрая контекстная выдача какой-то идеи. Четвертый блок – это непостижимость. Что можно противопоставить? Эссенциальность в мышлении. Что такое эссенциальность? Эссенциальность – это, по сути, выделение главного. То есть существует психологический сейчас феномен, который называется ФОМА – синдром упущенной возможности. Человек встает по утрам, и после всех вводных процедур первое, что делает – открывает телефон. Раньше открывали различные соцсессии, сейчас, наверное, меньше, но по-прежнему, я думаю, очень многие, по крайней мере, открывают Яндекс.стартовую страницу, и там новости, и попер чтение новостей. И не факт, что я могу на это как-то повлиять. Не факт, что информация вообще мне полезна, особенно если я никак не связан с политикой, и работаю вообще в другой индустрии. Зачем я это делаю? Очень, ну, сначала это делается из любопытства, из интереса, чтобы с друзьями было обсудить, а потом это становится привычкой. И отказ от этой привычки формирует тревогу, что как раз-таки я упускаю что-то. То есть сейчас что-то происходит, чего я не знаю, и так формируется синдром упущенной возможности. Это только наращивает чувство тревоги. Бонуса никакого нет, а тревога растет. И как раз-таки эссенциальность заключается в том, чтобы выделять, а что важно именно для меня. Потому что сейчас возможности, как вы понимаете, с развитием технологий, с развитием кросс-функционального взаимодействия, возможности намного больше, чем в ресурсах, в том числе времени. Если у молодых людей, ну, вы наверняка себя помните, в подростковом периоде, когда у вас куча времени, но нет денег, то сейчас, соответственно, наверняка у вас куча дел, куча планов, есть какие-то бюджеты, и самый главный ресурс – нехватка времени на все те идеи, которые возникают. Так вот, и этот тренд будет только увеличиваться. Поэтому вопрос не в тайм-менеджменте, как ни странно, а именно в выделении главного. А что для меня-то важно? А я вообще кто? Вот как человек, как личность, как я хочу развиваться, как я хочу бизнес строить, что я хочу реализовать в своей жизни. Это тоже навык, он тоже тренируется. Это была хорошая новость. Так, идем дальше. Соответственно, если говорить о тех трендах, так, мы успеваем, мы успеваем. Соответственно, если сопоставить все эти тренды и все то, что мы можем противопоставить новому бане мира, очевидно, что человекоцентричность становится, наверное, самым главным выводом того из вопроса, а что делать дальше. То есть, человекоцентричность – это тот фундамент, который позволяет выдержать любые бури. И, как говорится, чем страшнее и сильнее ветер, тем глубже должны быть корни. И обратите внимание, корни – это то, что держит нас, условно, внутри, к земле, заземляет чуть-чуть. И поэтому очень важно, человек сейчас стал краеугольным, камень тех систем, которые могут рухнуть в любой момент. И многие компании, крупнейшие корпорации это осознали и запускают огромное количество различных проектов на то, чтобы воспитывать именно культуру человека. Что такое культура человека? Это его и психологическая устойчивость, это развитие его духовного мира. Удивительно, что многие, не буду сейчас называть, но очень многие корпорации с мировым именем, но из России, которые сейчас в огромном количестве создают различные клубы, литературные клубы и так далее, на полном серьезе вкладывают в это огромное количество денег, понимая, что те люди, которые входят в состав их системы, не являются только лишь функционалом, но функционалом на уровне туловища. То есть там есть что-то еще, и это что-то еще необходимо воспитывать и развивать, если мы хотим выстраивать крупную, устойчивую, антихрупкую систему. Я не буду вам рассказывать про все подробности антихрупкости с точки зрения тела, потому что фитнес-индустрия наверняка знает об этом намного больше меня. И поэтому я весь акцент делаю именно на психологию, на тот мир, что невидим нашему глазу. Итак, и отсюда, соответственно, огромный акцент идет на развитие корпоративной культуры. Этот тренд начался, наверное, лет уже так 10-15 назад, но сейчас он начинает обретать огромную силу, огромные масштабы, как выстроить корпоративную культуру, которая и является залогом устойчивости в том самом неустойчивом мире. Что делать нужно по шагам? Тогда давайте пойдем дальше. Первое. Если резюмировать всю ту вводную, которую я говорил, то, по сути, собственная адаптация заключается в развитии осознанности, открытие мышления. Еще раз призываю не расценивать осознанность, сам термин, как то, что уже всем надоело, а пересмотрите, возможно, свой взгляд на данный термин, потому что это краеугольный камень устойчивости в этом мире. И открытое мышление. Второй шаг – это осознание внутренней опоры в виде ценности. Почему это важно? Отсутствие понимания собственных ценностей провоцирует самоизмену. Как пелось в одной чудесной русской песне, в не менее чудесном фильме «Служебный роман» «Нет на свете страшнее измены, чем измена себе самому». Как это происходит? Давайте прям чуть маленький экскурс в открытое мышление. Что такое самоизмена? Если у меня есть выбор, как поступить, то есть какая-то сложная ситуация, у меня есть какой-то выбор. Но для примера, давайте возьмем простую сначала ситуацию, а потом на уровне бизнеса это можно будет рассудить. Я, например, иду, и вот у меня во рту жвачка, которую мне хочется выбросить. Я не вижу ни одной урны вокруг, но и жевать ее больше не могу. Я могу ее бросить на асфальт. Могу? Могу. В Сингапуре не могу, штраф большой. Здесь штрафа нет, просто неприлично. И экология. И, соответственно, у меня есть выбор, бросить или не бросить. Соответственно, самый простой вопрос, который я сам могу себе задать, если представить, что все люди сейчас на планете одновременно со мной это сделают, мне нравится этот конечный результат? Если мой ответ нет, не нравится, значит, на уровне ценности я данное решение не поддерживаю. И, соответственно, лучше бы мне так не делать. При всем при этом, если я это сделаю, то получается, я придаю собственной ценности, которой проповедую. То есть я хотел бы, чтобы мир был чистым. И я не хотел бы, чтобы все люди бросали жвачки на асфальт. Соответственно, это и есть внутри меня, есть такая ценность, есть такое видение мира. И если я так сделаю, то происходит следующее. То получается, я свои же ценности предаю. У меня развивается стыд и чувство вины, которые являются нежелательными чувствами. И чтобы их не испытывать, включается режим самооправдания. А что они ни одной урны не поставили? Нехорошие люди. Куда вообще смотрят? Мне вот даже выбросить некуда. Понятно, что в этот момент происходит растождествление меня с моими ценностями. Я становлюсь чуть-чуть дальше от тех же принципов, которые проповедовал. Со временем это может стать привычку. И вот таким образом люди теряют человечность. И когда, например, ну такая, наверное, сейчас одна из острых тем, но с другой стороны это тема, которую нельзя забыть. Когда был Нюрнбергский процесс и судили немецких военных фашистов, они говорили о том, что когда расстреливали, сжигали людей в концлагерях, они говорили, а что такого? Нам дали такой приказ. И они говорили абсолютно уверенно, на полном серьезе, как раз таки потому, что со временем это растождествление собственными ценностями происходит все сильнее и сильнее. Но обратите внимание, у этого всегда есть обратная сторона. Такой человек обесчеловечивается. И, соответственно, ту самую опору внутри обрести со временем уже не может. не того спокойствия, не того удовольствия от жизни, потому что понимает, что живет не туда немножко. И поэтому это провоцирует, я как психолог могу сказать, возрастные кризисы, тот самый кризис среднего возраста, а правильно ли я живу, и вот эта вот покупка мотоциклов и молоденьких девочек, это все следствие вот этого вот тренда не туда. Хорошо, давайте не будем дальше идти в психологию. И пойдем дальше все-таки про корпорацию. Но обратите внимание, что если человек принимает решение, то следствие его мыслительных процессов и его следствия или не следствия, его следование или не следование ценностей неизбежно будет проявляться на степень его управления внутри компании. Это иллюзия думать, что вот я на улице живу по одним законам, а в компании по другим. Человек проявляется везде одинаково. Поэтому ценностный подход это крайне важная история, особенно в бане мира. И, соответственно, третий шаг это действие в соответствии с ценностями. То есть если уж все-таки я их осознал и сформулировал, то, конечно, нужно им следовать. Что делать с командой? Это мы говорили про самого руководителя. Если говорить про адаптацию команд, здесь на самом деле очень похожая и та же история. Необходима помощь в развитии открытого мышления, то есть различное обучение, тренинги, потому что команды состоят из людей разного уровня, разного стажа, разного опыта. Они могут неэволюционно подойти к тому уровню, которого вы от них ждете, но этот процесс можно и нужно ускорять. Второе. На вопрос чуть позже отвечу. Второе. Второй шаг. Выработка формулирования общих ценностей. Дело в том, что эмоциональное выгорание чаще всего происходит тогда, когда человек, зарабатывая деньги, закрывает свои базовые потребности. Ну, помните пирамиду Маслова, не буду в это углубляться, она уже сто лет, как известно. Так вот, закрыв базовые потребности, у человека возникает следующий уровень. Следующий уровень. Это как раз-таки соотнести себя к сообществам обрести свою принадлежность кому-либо. И заканчивается, как вы помните, пирамида – это самореализация. То есть реализация своего я, своей личности. И обратите внимание, что деньги не закрывают всю эту пирамиду. Это, конечно, один из фундаментов по закрытию базовых, но есть же еще и другие аспекты. И, соответственно, когда человек понимает, что у него базовая потребность уже закрыта, он, в принципе-то, ипотеку может платить и так далее, человек не готов ходить на работу просто за деньгами. Хочется чего-то еще. И при условии наличия там токсичности какой-то в коллективе, соответственно, возникает тот самый эффект выгорания, с которым человек не готов расценивать. Отсюда возникает текучка кадров. Особенно на нижних ступенях иерархии вашей организационной. Чем меньше смысла в деятельности, тем больше выгорания, тем больше текучка. И, соответственно, ценности – это та вещь, которая сплочает меня с той корпорацией, с той командой, в которой я себя реализую. То есть, если я понимаю, что мои ценности никак не противоречат, а больше даже соответствуют тем ценностям той команды, которую я интересен, чей я разделяю, то это для меня является важным стимулом. Если вспоминать, не знаю, революционеров каких-нибудь, Че Гевару, например, ну, явно же, что его пытались и купить, и убить, и что только с ним не пытались, но человек верил в идею. Я не призываю сейчас к каким-то радикальным мерам, но я к тому, что, обратите внимание, насколько ценности важны в жизни каждого. И если в вашей компании есть сформулированные ценности, и сотрудники их действительно разделяют, а это не лишь какие-то лозунги на стене, то вы, коллеги, двигаетесь верно в направлении. Итак, ну и, соответственно, помощь в реализации внутренних личностей, ценностей сотрудников в соответствии с миссией компании. Об этом проговорить. Для этого должно быть, конечно, и миссия сформулирована, и внутренние ценности корпоративные, и ценности самого сотрудника. Идем дальше. Так, время поджимает. Прям совсем мало. Краткие рекомендации, такие универсальные. Сразу хочу сказать, что это не является той волшебной таблеткой, которая спасет от всех бед и от всех тех теневых сторон баней мира. Это всего лишь некие рекомендации, на которые стоит обратить внимание, потому что, к сожалению, это тот опыт, который я наблюдаю, работая с различными компаниями. Первое. Руководитель и лидер точно не самый умный. Обратите внимание. Это, может быть, сейчас дискуссия с Кириллом у меня будет, что не самый умный. Почему? Потому что как раз-таки есть простое объяснение, что для того, чтобы сотруднику действовать как элемент системы на какую-то внешнюю цель, ваша цель не внутренняя, правильно? Вы же как компания хотите чего-то взять у мира, то есть забрать какой-то ресурс. Это цель внешняя всегда. Сотрудник должен направлять свои усилия не внутри компании, конкурировать друг с другом, кусаться за лакомый кусок и отжимать друг у друга, и по сути разрывать вашу компанию изнутри. А сотрудник хорошо бы смотрел и сфокусировался на своей цели внешней. Но для того, чтобы он фокусировался на внешней, необходимо же создать атмосферу доверия и комфорта. Потому что если есть угроза безопасности внутри, а что за отсутствие безопасности внутри? Это сарказм коллег, это подтрунивание, это гонка, а кто круче. И гонка в плохом смысле, не как в спортивной секции ребята соревнуются. Это как раз таки нормально, когда это игровой формат. Игровой формат, круто, это эволюция. Но действительная борьба, она мешает сфокусироваться сотруднику на внешней цели. Ну, то есть на продвижении, на клиенте и так далее. Потому что фокус внимания всегда будет на конкурента. У нас одно лицо, одна спина. И если я коллеге не доверяю и руководителю, который может на меня наехать, условно говоря, и вызвать негативные эмоции, я на уровне бессознательного буду к ним лицом всегда, а не спиной. Потому что, а как иначе? А если я к ним лицом и лицом к своим коллегам, то есть внутрь компании, клиенту, а какой стороной? Я думаю, что как бы понятна схема. Что и как раз таки задача руководителя дать сотруднику почувствовать свою экспертность, то есть обеспечить ему безопасность внедрения его идей. А задача сотрудника предложить идею настолько качественной, которую не мог бы предложить руководитель. И за счет того, что сотрудников, как правило, больше, то и база идей, и каких-то проектов тоже больше. И из этого будет что выбрать. И там точно будет такое зерно, которое окажется очень ценным и прорывным. Так, идем дальше. Успеваем? Да. Поощряйте подходы к снаряду. Ну, как раз таки, конечно, я готовился к фитнес-индустрии, поэтому здесь про снаряды. Помните, конечно же, да, как в тренажерном зале. То есть есть всегда, еще со школы, помните эффект красной ручки? Ты пишешь диктант, у тебя там всего две ошибки, и у тебя вот эти две ошибки красной ручкой, да? И нет бы, чтобы все остальное зеленым. Нет. Вот все остальное будет, вот эти вот две будут красным, и на них будет фокус внимания. И эта тенденция к подмечанию ошибок формирует наше сознание на протяжении нашего роста, школы, института и так далее, и так далее. И, к сожалению, в дальнейшем развивается перфекционизм. То есть то, что я делаю, должно быть идеально сразу. А помните, в самом начале вебинара мы говорили о том, что сейчас время быстрых гипотез, не будет перфекционизма. Если будет перфекционизм, это путь в никуда, ну, то есть путь в пропасть. Потому что для того, чтобы отточить что-то на действительно, там, на очень высококлассный уровень качества, понадобится много времени. За это время вас и конкуренты обойдут, ну, и ситуация изменится, и ваш продукт будет просто-напросто не нужен рынку. Как помните, были пейджеры когда-то, да, приходили вот эти сообщения, и многие компании вложились в этот бизнес, а потом оказалось, что это вообще никому не нужно, и технология сама умерла, потому что она не туда была направлена. И так далее, и так далее. Так же, как автопараты сейчас, по сути, умерли, потому что телефоны захватили эту нишу. И поэтому необходимо поощрять именно подход к снаряду. Но вы, как представители фитнес-индустрии, я думаю, прекрасно понимаете, что лучше хоть какая-то тренировка с минимумом подходов, чем отсутствие как таковой вообще, потому что я боюсь делать неправильно. Идем дальше. Поэтому, если говорить о руководителе, то основная позиция руководителя – это поощрять подходы, подходы, не боясь ошибок. То есть поощрять попытки, но не нарушение дисциплины. Между дисциплиной и ошибкой есть колоссальная разница, но если хотите, мы это как-нибудь потом обсудим, сегодня не успеем. Итак, спокойный, счастливый лидер, спокойные, счастливые сотрудники, поэтому возвращаемся к себе. Все то, что мы испытываем внутри, мы, к счастью или, к сожалению, демонстрируем наружу. Через невербалику, через позы, через жесты, через голос. Не мне вам об этом тоже рассказывать. Поэтому, если вы испытываете стресс, тревогу и незнание, как жить дальше, ваши сотрудники неизбежно это почувствуют, и это передастся им, так как есть система зеркальных нейронов, наша нервная система, она не является закрытой, и мы друг друга считываем очень даже хорошо. Поэтому, если вы хотите заражать своих людей оптимизмом, энергией, верой в будущее, сделайте это сначала с собой. Помните, как в самолете. Наденьте маску на себя и только потом на вашего ребенка. Вот тот же самый принцип. И, подведя итог, как раз осталось у меня две минуты на ответы на вопросы, что, подведя итог презентации, что баня и мир – это не беда, которой стоит бояться, это как раз-таки пробуждающий мир, перезагружающий истинно важные смыслы и намерения. Обратите внимание, я сейчас сегодня довольно много уделил внимания внутренним ценностям, и это как раз-таки, наверное, основной тренд бани мира, когда мы можем действительно открыть в себе нечто очень ценное, важное, глубокое, а открыв себе, позволить себе увидеть это и в других. Ну, то есть, стать более человечными, что ли. И это, наверное, самое главное в том мире, который пришел к нам сейчас, чего вам и желаю. Но это еще не все. Обратите внимание, что у TSQ Consulting, компания, которую я представляю здесь сегодня с вами, есть Telegram-канал, есть iChargeTab, куда мы выкладываем инструменты и методики, и подходы, и очень много полезных кейсов, которые уже отработаны на практике, которые вы, конечно же, можете взять себе абсолютно бесплатно. И специально сейчас, специально для вас, раз уж мы говорили про эссенциальный мир, про выделение важного в том хаосе информации, которая происходит вокруг, разработана программа Focus, вот через QR-код можно перейти, и там, соответственно, есть уже курсы жизнестойкости, это как развить собственную уверенность, избавиться от тревоги и помочь своим сотрудникам в дальнейшем, впоследствии стать тоже более уверенными, более устойчивыми в неустойчивом мире. Ну, вот, пожалуй, и все. Подписывайтесь на наши каналы, теперь я могу ответить на ваши вопросы. Так, Наталья пишет, видимо, точно пришло время коуча коммуникаций 100%. Да, согласен. У меня тоже вопрос после 24 февраля про внутреннюю опору подмен ценностей. Если к вам уже обращались, то как вы с этим работаете? Здесь я не очень понял вопрос. Ко мне лично, как психолога-терапевта или как компания? Потому что если как TSQ Consult, то это мы работаем с компаниями, организациями. Мы помогаем, мы не настраиваем, мы скорее помогаем настраивать корпоративную культуру как раз-таки через ценности таким образом, чтобы это не было искусственно. Так, чтобы каждый сотрудник чувствовал сопричастность с той вот этой миссией и той идеей, к которой мы идем. Кстати, говоря про вот эти идеи, про тренды. Помните, когда, в общем, СССР распался, когда 90-е годы наступили, пропала, пропала такая, наверное, одна из важнейших вещей из культуры, такая, как, например, ключевая идея. Ну, то есть какая-то идея была до этого, там, про коммунизм, большевизм и так далее. Я не говорю, что я сторонник этой идеи. Нет. Я сторонник того, что идея – это иногда очень классный инструмент, но не с позиции, там, манипуляции, а с позиции сплочения. И, да, с руководителями работаем. С позиции сплочения. И вот сейчас тренд, я недавно знакомлен был с исследованием Высшей школы экономики, и там говорили о том, они проводили опрос несколько тысяч человек разных поколений. И удивительно, что молодым людям сейчас не хватает сплоченности, потому что они не чувствуют опоры в самом себе. Ну, что вполне естественно для молодого организма, он еще не узнал себя как личность, ему требуется кто-то еще. И для владельцев бизнеса это классная идея, как раз-таки потому, что создав сплоченность внутри своей команды, вы, по сути, даете им огромную мотивацию приходить на работу и продолжать работу в этом коллективе. Но для этого нужно поднапречься, чтобы создать то самое сообщество. Если же говорить про людей более старшего поколения, то есть 35, 40 и так далее лет, то, соответственно, вот этим людям как раз-таки сейчас не хватает счастья, ну, вернее, к сожалению, наверное, к сожалению, не хватает большой идеи. А зачем мы все это делаем? То есть, а зачем мой бизнес? А что я хочу привнести в этот мир? И вот этот вопрос очень многих беспокоит. И мне кажется, это очень важный вопрос, потому что можно... Те люди, которые выросли вместе со мной, пройдя 90-е, 2000-е, тяжелые там вот эти все времена, те научились справляться самостоятельно. Но мы очень часто забываем, что есть люди, которые готовы нам помочь, но они не знают о том, что нам нужна помощь или о том, что, в принципе, они могут даже это сделать. И вот эта идея ключевая, которую мы можем привнести в мир своим бизнесом, она может сплочать вашу команду вокруг вас. И тогда они запускают свои мыслительные проекты, процессы для генерации новых идей, для реализации каких-то новых проектов и так далее. Тем самым вовлекаются в вашу историю и предлагают вам то, к чему вы сами были неспособны, может быть, даже. На этом у меня все. Так. С руководителями работы... Да, отвечал. Работа. И сам лично, и TSQ Consult. Это именно если с компанией, то это TSQ. Если это индивидуально, то можно и ко мне. Так. Вопросы еще, может быть, какие-то? Не очень люблю я онлайн-общение, к сожалению, потому что всегда хочется энергию людей, хочется именно очно. Но что есть, то есть. С другой стороны, мы бы не встретились. Мы бы не встретились, если бы не было онлайн. Итак, я вижу, что вопросов больше нет. Всем спасибо за связь. Да, Олег, спасибо огромное. Ну, напомню всем, кто присутствовал, что у нас записи и презентации будут выложены и на пока еще на YouTube, и ВКонтакте. Поэтому будет возможность пересмотреть ссылки. Здесь тоже коллеги вот в чате разместили. Ну что, всем спасибо, Олег, спасибо. Участникам тоже спасибо. И до встречи завтра в 13.00. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok